Если в 2011 году на учете у нарколога состояли около 800 человек, то по состоянию на 1 июля их уже 290 на весь муниципалитет. За первое полугодие на курорте прошло более 6 тысяч мероприятий, которыми охватили более 2-3 студентов и школьников. Больше всего, конечно, нас интересует это молодое поколение. Наши учащиеся, школа наша, это наши учащиеся, наши высших учебных заведений, учащиеся в поле жизни. Заместитель главы города Сергей Козлов предложил направлять информацию о студентах, пойманных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, директорам вузов и других учебных заведений, чтобы те принимали меры вплоть до отчисления. Вместе с тем, сами студенты активно подключаются к работе антинаркотической комиссии. С начала года они выявили в интернете полторы сотни случаев продажи зелья, а только за один выход закрасили более 70 уличных надписей с телефонами или адресами сайтов. В состав антинаркотической комиссии, как мы уже знаем, включена удачина Алина Васильевна, председатель городского студенческого совета. Ну, уже результаты этого включения как бы налицо, работа уже волонтеров активизирована, мы все видим. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы дальше продолжался она в том же направлении, в том же темпе, ну и, конечно же, результаты еще больше бы улучшались. Вместе с тем, в транспортной полиции рекомендуют не терять бдительности. Открылся Крымский мост, а у любого пассажирского и тем более грузового потока есть своя темная сторона. Как пример, у нас вот направлено дело уголовное по Юрике, там мужчины со своей сожительностью активно занимались продажей наркотиков синтетического происхождения. Причем клиентов много было, так называемых, подлиннобойщиков, которые едут дальше на Порт-Кавказ, совершают предельщик ДТП в состоянии наркотического обвинения. Пока, благодаря совместной профилактике, от наркотиков удалось максимально оградить несовершеннолетних. Не выявили новых потребителей, а также преступлений, связанных с оборотом зелья или совершенных под его воздействием. Число административных дел за распитие алкоголя подростками по итогам первого полугодия сократилось с 10 до 6. На заседании отметили, что у молодежи сегодня формируется мода на здоровый образ жизни. И в Анапе, и в сельских населенных пунктах сегодня в пешей доступности есть спортивные и тренажерные площадки. Однако это повод для оптимизма, а не для того, чтобы расслабляться. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.